Всем большой привет! Меня зовут Наталина, и в сегодняшнем видео я буду повторять макияж блогера Ники Туториалс. Да, я знаю, что этот тренд уже очень давно родился и практически умер на англоговорящем ютубе, но до меня вот только-только дошло. И даже на русскоязычном ютубе блогеры повторяли мои макияжи, я постараюсь оставить ссылки на эти видео внизу. Ну и в общем-то давайте переходить уже к макияжу. Мне пришлось собрать три видео, потому что я хотела постараться, чтобы у меня были те же самые продукты, что и у Ники, и совместить это все в одном видео. То есть у нас одно видео будет по глазам, одно по бровям, потому что она так же, как и я, не делает брови на видео, потому что реально это очень сложно и долго. И также по нанесению тонального средства тоже отдельное видео. Ну и в общем-то давайте начинать! Итак, Ники начинает с кожи. Обычно я нашла видео, где она использует вот эти стики. Раньше она их очень любила и постоянно использовала. Сейчас в последних видео она любит либо плотный тональный крем Жуэ, его у меня нет, либо тон от Худе Бьюти, который у меня есть, но который я не буду намазывать, потому что у меня от него очень-очень сильные прыщи. Ну в общем-то давайте посмотрим, что же она делает. Она использует номер 120 на периметре. У меня это 125, но у меня здесь уже тон практически закончился, поэтому я нанесу его таким образом. Я еще сейчас подзагорела. Это она уже на внутреннюю часть наносит. Сейчас. На внутреннюю часть я буду наносить, у меня это номер 117. О-о-о-о, так спокойно. Господи, куда же столько тона, куда я его дену? Так, и она, я сейчас выключу звук, потому что я боюсь, как бы у меня не было страйка за музыку. Она наносит таким каким-то смахивающим движением, вот здесь вот особенно. Я тоже, кстати, люблю это тональное средство, особенно для видео, но для реальной жизни далеко не всегда. Так, веки, веки, веки она, по-моему, не наносила. Так, Ники всегда еще наносит тональное средство на губы. Она это объясняет тем, что у нее свои губы очень-очень яркого цвета, и ей не нравится, когда, ну, сквозь помаду просвечивает этот оттенок. Не люблю так делать, потому что мне не очень комфортно. Мне сухо, я предпочитаю нанести бальзам и с бальзамом сидеть, пока делаю макияж. Я не люблю консилер вот этот вот It Cosmetics, потому что он, не знаю, адски плотный, неприятный и некрасиво заваливается. Но мне кажется, у меня другая немножко серия этого консилера. Я поэтому возьму какой-нибудь свой сейчас консилер. Я возьму консилер от Tarte в оттенке Fair Neutral. Она наносит чуть-чуть на переносицу. Так, спокойно. У меня просто консилер уже, ну, как бы приходится вот так носить, потому что он просто уже не мажет. Там уже, вон, все, последние остаточки. На кончик носа. Вот здесь, да, немножко. Ага, вот так. Но она говорит, что ей нравится сделать лицо, а потом глаза. У меня наоборот. Я предпочитаю нанести, например, маску и делать глаза, или нанести бальзам, крем и делать глаза. Так, вот его она уже на веки наносит. Окей, бейкинг. Она не говорит и нигде не пишет, какую пудру она использует. Я поэтому возьму пудру от Arsime. И она прям очень мощно наносит на нижний век. Мне кажется, у нее просто в этом туториале очень такой спокойный макияж глаз. Так, ну все. У нее здесь заканчивается на этом ее макияж лица. Я буду сейчас переходить к другому уроку, потому что мы сейчас будем делать брови. Хоть она не наносила вот здесь, вот здесь пудру, мне это нужно, потому что я чувствую, что мне жирноват этот тон, если я не припудрю. Блин, у меня шла запись экрана, и, ну, было затемнено, где я себя видела, и у меня лицо настолько светлее тела. Это просто... Просто этими тональными я пользуюсь, когда я прям светлая без загара. Что-то я забыла, что... Наталинка-то сгорела! Так, ну что, следующий туториал у нас. Это Ники делает брови, и будет она их делать. Но у нее это обзор, не совсем туториал, с помощью вот такого вот кушана от Iconic London. У меня фэйр. Ох, вот это вот, конечно, мощно, то, что она начинает... То, что она начинает сверх границы, это... Да, для меня вот это будет челлендж, поэтому поставим Ники на паузу. Но у меня, кстати, кисточка уже немножко пожила, и она уже не такая плотная, то есть, эта кисть, она все равно со временем чуть-чуть распушается. Так, в общем, она проводит линию по своей форме бровей и соединяет хвостик. Она прям очень длинную бровь себе делает. Я обычно предпочитаю более короткие брови. Она заполняет двумя вот этими оттенками, но просто у меня вот в этом цвете вот этот цвет очень теплый, какой-то непонятный, поэтому я использовать буду только один оттенок. Ну, в принципе, я уже заполнила бровь. Но вот эти вот волосочки, конечно, она рисует, у меня просто это особо не получается, потому что у меня вот на этой брови много своих волосков, а здесь нет. То есть, тут бы это могло сработать, но в любом случае давайте попробуем. Я беру кисточку такую более тонкую, у меня это Зоэла. Набираю на кисть. Так, она их как рисует? Снизу вверх или сверху вниз? Это важно. Снизу вверх. Я поняла, она вот эту линию, получается, ведет, наверное, вот где-то до сюда. Здесь уже вот эти волоски оставляет. Но я люблю еще лично все хорошенечко прочесать, чтобы это выглядело, ну, более-менее естественно. Ну, вот нам Ники рассказала, как ей прекрасно и все нравится, но, честно говоря, ни в одном видео после я не видела, чтобы она использовала этот продукт. Ну, ладно, я закончу вторую бровь и будем переходить к глазам. Мамочки, дорогие, как все быстро произошло. У Ники, когда снимает макро, у нее такой вот угол, прям, ну, сложно так голову держать. Но давайте я тоже переключусь на макрообъектив. Ники выстраивает форму, которая практически ровная по верхней границе, но на самом деле здесь, конечно, многое зависит от формы глаз, потому что у Ники почти нету собственной вот этой складки и небольшой подвижной века, поэтому она на неподвижном веке в основном работает. У меня немножечко, мягко говоря, другое строение, но, тем не менее, я попробую повторить. Вот эта ее техника мне напоминает технику Наташи Динона, например, потому что Наташа Динона тоже сначала наносит плотным слоем и потом только растушевывает. И внутри у нее такой более под 90 градусов, что ли. То есть у нее прям глаз вот сейчас получается такой практически прямоугольный. Давайте я тоже попробую себе сделать такую форму. Наверное, я пока остановлюсь. Так, что нам надо доделать дальше? Подтушевываем все это дело чистой кисточкой. Поскольку я делала брови по другому туториалу, у меня брови здесь, видите, вниз идет, а у Ники она здесь как бы продолжается. Возможно, у меня чуть-чуть... Ну, придется чуть-чуть бровь убрать, возможно. У меня как-то на внешнем уголочке не очень наслоился цвет. Ну что, я тоже набираю этот оттенок self-edge и начинаю проходиться поверх тушевки. И тоже я больше набиваю этот цвет, а не столько там как-то активно втушевываю. Ну что, дальше я подрезаю складку. Давайте посмотрим. Ники пока расскажет про то, какие тени пигментированы и всякое такое. На самом деле, я не знаю, что у нее за праймер или как она наносила тень. У меня вот здесь вот пигмент не наслаивается так хорошо, как у нее. Блин, вот этот вот розовый, он отсюда куда-то отваливается. Я только его донанесу, работаю с консилером, и он куда-то уходит, эта интенсивность. Наносим поверх консилера белый. Он сыпется. Я под глаза, кстати, нанесла пудру. Но розовый тоже сыпался, но не адский. Дальше наносим оранжевый на серединку, получается. Кажется, здесь какое-то жульничество имеет место быть, потому что этот розовый ведет себя совсем не так. На границу этого рыженького мы сейчас будем носить оттенок Реджина Джордж. Только вот у Никки есть одна проблема. Он не прилипает на этот белый. Ну вот так больше похоже на правду. Белый на самом деле себя ведет вообще не очень хорошо. Он похож на какой-то, не знаю, гипс. И видите, розовый опять куда-то убегает немножко. И вот, я использую для этого лид. Это, ой, 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 ой. Это так мягко. Это так, что-то очень трудно. Но это не так. Орли. Ловер лошинь time. И я собираюсь делать это смокий и дип. И я собираюсь в том, что она не застенковая единая. И это, конечно, может быть один из моих любимых shadesов. Наношу этот бордово-коричневый на нижнее веко и подтушевываю его оттенком Sofetch. Я пройдусь еще оттенком Sofetch. И я думаю, чуть-чуть вот сюда вот на слою розовенького. Так, и нам нужно прокрасить слизистую. Ну что, я завершила макияж глаз, дополнила вот такими вот ресницами, и у меня как-то получилось подвижное веко побольше, чем у Ники. Но мне кажется, оно у меня, в принципе, чисто технически чуть побольше, чем у нее. И форма глаз у меня тоже другая, поэтому на мне макияж, мне кажется, ярче как-то, возможно, смотрится. В общем, давайте переходить к лицу. Ну, она наносит какой-то светлый бронзер. Она нанесла какой-то светлый достаточно бронзер, больше в качестве контура. Я буду использовать бронзер от Physicians Formula. Вот сейчас не поняла. То есть она сначала бронзер, потом контур? Подожди-ка, с румянами, подруга, у нас тут проблема. Ну, окей, значит, сначала бронзер. Я нанесу его чуть поактивнее, потому что у меня, конечно, тело намного сейчас темнее, чем лицо. И добавляю скульптор также. Таких коралловых румян у меня нету, по-моему, это Офра у Ники. Я возьму вот такие вот Милани Люминозу. Мне кажется, они достаточно похожи по цвету. Так, и Ники, причем, наносит не на яблочки. Я не знаю, как у нее губы не сохнут. У меня очень сохнут они от тонального крема. Она наносит прям вот так. Ну, окей, давайте попробуем. Ох, вот это вот я, кстати, вообще не люблю делать, подрезать под скулой. Просто, честно говоря, такие подрезания редко выглядят естественными. Ну, да ладно. Да, экстра-экстра пластик это 100%. Так, она ведет вот сюда. То есть, из центра уха она, получается, ведет к началу подбородка. Потому что обычно подрезают вот таким вот образом, по вот этой диагонали. Но так получается такой более секси-лук. Окей, дальше. Ну, это я санта, это время на глуп. И я буду вместе с кем-то продукты. Я смотрю на две команды-лук. Я смотрю на Дези's Ultimate Glow видео, и я просто знаю много из этого, что я просто хочу играть с глуп. Так. Так, я буду вместе с этого. Вот здесь. Это Бенефит's Дandelion Твinkle. Кстати, Ники, посмотрите, как она наносит хайлайтер. Она вот наносит вообще вот на всю вот эту зону. Мне, скорее всего, это не подойдет, потому что у меня здесь есть припухлости. В общем-то, офра, вот что у меня случилось с хайлайтером в коллаборации Ники. Я думаю, что я нанесу только его. Ники наносит прям такой большой кистью. Я попробую нанести, ну вот тоже крупной вот такого плана кисточкой. Так, давайте-ка посмотрим, как еще раз она наносит. Втирающими движениями. Так, ну да, вот примерно как-то так. Но у меня, видите, здесь некрасиво играет этот вот объем. Now for some extra glow, this Pop Luxe highlighter in the color Double Life. And this is more of like a blush color. And Desi's trick was to give it a smile and really put it on the apples of the cheeks like Christy Teigen. So I'm doing it. Я добавлю те же румяна, потому что они у меня сами по себе очень сияющие. То есть вот так прям. Так вот. И наносу прям линию. Мой стиль. А я буду красить губы помадой Lime Crime, либо Саша, либо Кашемир. Сейчас посмотрю, что больше похоже. В общем, я закончила нанесением помады от Les Splash Tiramisu. Мне кажется, это максимально близкий оттенок к тому, что у Ники на губах. В целом, конечно, макияж смотрится немножечко по-другому. Я не пыталась перевоплотиться в Ники, да. Я выполняла ее мейк на глазах. Мне нравится вот этот вот переход. И для меня это была новая техника построения вот этого внешнего уголка. Я думаю, что Ники так делает из-за своей формы глаз. В принципе, это достаточно интересно. Но восторгов Ники по поводу вот этой палетки я пока не разделяю. Потому что на мне вот этот белый, он выглядит реально как гипс. То есть он прям вот кусками сворачивается. При том, что я его очень аккуратно и тонко наносила. И, в общем-то, выполняла все то же самое. Так же, как Iconic London, которой она говорила, что мне так классно, мне все так понравилось. Больше ни в одном видео его не использовала. По поводу кушона от Iconic он мне не нравится. Но техника бровей, в принципе, да, она интересная, когда вы выстраиваете сначала верхнюю границу. И что касается нанесения хайлайтера лично для меня вот на эту область, это нет. Потому что у меня здесь объем, у меня здесь перепухлости. И хайлайтер я наношу вот сюда обычно. Но вы знаете, я хочу повторить еще какой-нибудь макияж Ники. При том, что не из обзора какой-нибудь макияж, да, а именно вот мейкап-туториал, где вот она прям просто берет средства, которые ей нравятся и красятся ими. Поэтому напишите, пожалуйста, внизу, хотели бы вы такое видео еще с макияжами Ники. Или, возможно, еще каких-то блогеров вы хотели, чтобы я повторила макияжи. Ну и спасибо вам огромное за просмотр. Мы с вами скоро увидимся. До встречи. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok